Спасибо, уважаемый Ислам Амдуганиевич, уважаемые друзья, коллеги, дамы и господа. В ходе переговоров с президентом Республики Узбекистан Исламом Амдуганиевичем Каримовым мы предметно обсудили широкий круг двухсторонних вопросов, обменялись мнениями, как было уже сказано, по международной проблематике. Отношения между Россией и Узбекистаном поступательно развиваются, носят подлинно дружеский, взаимовыгодный характер. В их основе богатая общая история, тесные связи между нашими народами. В нынешнем году мы отметили десятилетие подписанного ранее межгосударственного договора о стратегическом партнёрстве, а в следующем исполнится 10 лет договору о союзничестве. На таком прочном фундаменте выстраиваем конструктивный политический диалог, укрепляем экономические контакты, расширяем гуманитарные связи. Россия – ключевой деловой партнёр Узбекистана. На долю нашей страны, мы уже об этом говорили, вот только что Ислам Амдуганиевич вспомнил об этом, приходится почти треть внешней торговли республики. За последние пять лет объём российских инвестиций превысил 6 миллиардов, мы считаем. Продолжает уверенно расти товарооборот. В прошлом году он достиг 4 миллиардов долларов, за январь-сентябрь текущего года увеличился на 8% и составил более 3 миллиардов. То есть это положительная динамика, несмотря на всякую внешнюю конъюнктуру. Показатели достойные, но есть и значительные резервы. Кстати говоря, мы сегодня в ходе переговоров отметили, что меняется и меняется к лучшему структура нашего товарооборота. В нём растёт доля товаров с повышенной добавленной стоимостью. Как я уже сказал, показатели достойные, есть и резервы. Вектор такой работы на расширение сотрудничества определён в подписанном по итогам переговоров соглашении об основных направлениях развития экономического взаимодействия на 2015-2019 годы. В нём намечены приоритеты взаимодействия на предстоящий период, включая механизмы поддержки совместных программ. Видим серьёзные и позитивные эффекты от присоединения Узбекистана к зоне свободной торговли в СНГ. Протокол по данному вопросу вступил в силу в 2013 году. Таким образом устраняются барьеры для передвижения товаров, налаживания крепких производственных цепочек, наращивания инвестиционных потоков. Мы сегодня договорились о том, что мы начнём консультации по поводу возможного подписания договора между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом о зоне свободной торговли. Хочу подчеркнуть это только консультации, начало работы, но вот как сейчас президент об этом сказал, чтобы не возникало никаких проблем, которые бы мешали нашему взаимодействию при развитии различных форм кооперации на постсоветском пространстве. Расширению экономических связей послужат достигнутые к визиту договоренности об урегулировании взаимных финансовых требований. Мы долго на этот счёт вели переговоры и даже спорили. У Узбекистана своя позиция была, у России своя, но мы, как это подобает добрым друзьям и хорошим партнёрам, нашли все взаимоприемлемые развески, и эта страница перевёрнута. Ожидаем, что на заметный вклад в углубление двухсторонней торговли внесёт выполнение планов по увеличению поставок сельхозпродукции на российский рынок из Узбекистана. С этой целью в республике имеется в виду развивать инфраструктуру для переработки агросырья. Нужно создавать хорошие крупные предприятия, которые могли бы быть партнёрами для российских своих контрпартнёров и обеспечить долгосрочное, как подчеркнул президент Узбекистана в ходе наших переговоров, стабильное присутствие узбекских производителей на рынках Российской Федерации. Подробно рассмотрели перспективы расширения кооперации в энергетике. Для этого созданы очень солидные заделы. В Узбекистане работают успешно российские нефтегазовые компании. «Лукоил», например, вместе с узбекскими партнёрами осваивает группу газоконденсатных месторождений в Бухарской области. Проект рассчитан до 2039 года. За это время предполагается привлечь до 5 миллиардов долларов инвестиций. Будет также построен крупный газоперерабатывающий комплекс мощностью 8 миллиардов кубических метров в год. Наращивает свою активность и «Газпром». За последние годы концерн инвестировал в геологоразведку в стране 390 миллионов долларов. Это уже принесло реальные результаты открытой месторождения джел запаса газа 6,4 миллиарда кубических метров. Это, безусловно, поднимает возможности Узбекистана не только в газодобыче, но и в целом в энергетике. С удовлетворением хотел бы отметить продвижение сотрудничества в Мирном Атоме. Планомерно идёт работа по переводу узбекских исследовательских реакторов на низкообогащённое ядерное топливо. В апреле подписано межправосоглашение по вывозу в Россию облучённого ядерного материала ташкентского исследовательского реактора «Фотон». Эта программа начнётся в следующем году. Хороший потенциал в промышленности, в частности, в энергетическом машиностроении. Наша компания «Силовые машины» участвует в модернизации Червакской ГЭС рядом с Ташкентом. До конца этого года завершится техническое перевооружение двух блоков с радаринской ТЭС мощностью по 300 мегаватт. Российский бизнес проявляет заинтересованность в углублении кооперации в области новых технологий. В развитие телекоммуникационных сетей Республики наши инвесторы уже вложили более 200 миллионов долларов. В научно-техническом сотрудничестве наиболее важный проект сооружения на территории Узбекистана – Международная радиоастрономическая обсерватория СУФА. Она будет оснащена крупнейшим радиотелескопом РТ-70, который позволит осуществлять уникальные научные исследования, в том числе в сфере космической связи. В Ташкенте подтверждён обоюдный настрой на расширение обменов в области культуры, спорта, туризма, в охране окружающей среды. В Ташкенте успешно работают филиалы ведущих российских вузов. В текущем году Узбекистану выделено 212 госстипендий, а общее число граждан Республики – я уже говорил об этом в ходе нашего расширенного заседания – составляет 12 тысяч человек. 12 тысяч человек обучаются в российских вузах из Узбекистана. Будем и далее повышать интенсивность контактов в области образования. Насыщенная повестка дня у действующего в Ташкенте Российского центра науки и культуры. В ближайшее время планируется принять программу сотрудничества между министерствами культуры на 2015-2017 годы. Мы благодарны президенту Узбекистана за поддержку этого направления нашей совместной работы. Как уже было сказано, мы обменялись мнениями по вопросам наращивания внешнеполитической координации, прежде всего в рамках ООН, СНГ и ШОС. Особую актуальность приобретает взаимодействие наших государств в обеспечении мира и стабильности в Центральной Азии. Мы не можем не разделять озабоченности президента Узбекистана по поводу событий в Афганистане. Вместе с тем отмечаем, что налажен эффективный механизм межведомственных консультаций двух стран высокого уровня по этой проблематике. В рамках этих консультаций приоритетное внимание уделяется проблематике борьбы и с террористической угрозой, незаконным оборотом наркотиков. Утверждённая сегодня программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел России и Узбекистана на 2015 год также призвана повысить отдачу от совместной работы на этом направлении. Обсудили и дополнительные возможности для укрепления торгово-инвестиционных связей, которые откроются сначала в функционировании с 2015 года Евразийского экономического союза. О возможных консультациях по поводу заключения соглашения о зоне свободной торговли между этим объединением и Узбекистаном я уже сказал. И в заключение хотел бы ещё раз выразить признательность президенту Узбекистана Исламу Даганевичу Каримову за гостеприимство, за радушный, я бы сказал, дружеский приём. Уверен, что результаты наших переговоров послужат дальнейшему продвижению российско-узбекского союзничества и стратегического партнёрства. Благодарю вас за внимание.